Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Представляем вашему вниманию аналитический отчет о событиях недели. Его собрали к этому уикенду наши авторы. Последний летний месяц стартовал в Рязани, а это означало для горожан целый праздничный всполох. Тут вам и день города, и праздник десантников, и открытие пешеходной зоны. Улицы Почтовой, которая наконец-то обрела этот свой статус не только номинально. Многое было, но давайте обо всем по порядку. В первой половине программы сегодня все-таки главным образом остановимся на праздниках. Итак, где мы там победа? Российские десантники отметили 84-ю годовщину образования рода войск. Рязанскую воздушную пехоту одаривали памятными знаками, ключами от квартиры, поцелуями очаровательных барышень. К нам приехал, к нам приехал. День города в столице области ознаменовал концерт группы Ронда. Было весело и громко. И снова здравствуй, милая Подбелка. Долгожданная пешеходная зона, которую, кстати, этаким суровым словом назвать-то грех, прошла испытание главным городским праздником. Ну и начнем, как и было обещано, с праздника о неделе днях города. Разумеется, для нас это больше, чем торжества отдельно взятой семидневки. К дате готовились долго, и проекты заявлялись масштабные, кардинальные, можно сказать. Но стилистику программы менять не будем. В день, а точнее в трехдневные торжества имени на Рязани было открыто сразу несколько парковых фитнес-площадок и спортивных центров. Первый велодорожка на Лыбецком бульваре. И все это очень важно и радостно, в первую очередь для юных рязанцев. И сторонников здорового образа жизни. А таковых у нас все больше. Но из, так сказать, стратегических проектов надо выделить два. Праздник десантников и презентацию нашей окончательно бесповоротно пешеходной улицы Почтовой. Слово Глебу Галушкину. Работы по реконструкции улицы Почтовой начались в мае нынешнего года. И буквально за три месяца Рязанский Арбат преобразился. Заменена тротуарная плитка, отремонтирована лестница, ведущая на Лыбецкий бульвар, установлены фонари и схамейки. Осмотрел обновленную улицу Почтовую и губернатор Олег Ковалев. Глава региона отметил хорошее качество выполнения работ. По его словам, для того, чтобы полностью сделать Почтовую по-настоящему прогулочной зоной, необходимо привести в порядок здешние здания. Там сейчас есть ряд зданий, которые надо приводить в порядок. Есть собственники этих зданий, здания являются памятниками архитектуры. Я думаю, мы сейчас окажем и давление в том числе на собственников, и будем с ними разговаривать, чтобы они привели в порядок внешний вид этих зданий. Что там внутри будет, это их право решать. Хотя мы будем рекомендовать, там должны быть ресторанчики, кафешки, магазинчики сувенирные, значит, с какой-то вот такой продукцией. Важное дополнение сделал в связи с благоустройством Почтовой улицы Рязанский мэр. Он сообщил, что все работы проходили на привлеченные средства, так что городской бюджет от преображения пешеходной зоны не похудел. Самое приятное, что улица ремонтировалась не на деньги бюджета, она ремонтировалась на деньги горожан. Вот это вот я хотел бы выразить большую благодарность тем, кто принял участие, те, кто перечисляли деньги, те, которые подсказывали, помогали, вносили свои предложения. Это вот самое главное, что есть в этой улице. Ну, наверное, надо поделиться с планами на следующий год. На следующий год будем делать выбить и будем делать Центральный парк культуры воды. 2 августа, в День воздушно-десантных войск, прошла церемония возложения цветов к воинским памятникам на площади основателя ВДВ Василия Маргелова. После этого ветераны боевых действий и курсанты Высшего воздушно-десантного училища пришли на стадион ЦСКА, где состоялся основной праздник – Рязань, столица ВДВ. Ну и вновь не будем нарушать логику событий, проследуем вслед за начальством на Центральный спорткомплекс Рязани, где традиционно проходит официальный праздник легендарной воздушной пехоты. Десантников нас в городе вообще очень любят, но тут удивляться нечему. Уникальное училище ВДВ, которое, как известно, располагается в Рязани, это наш местный, он же мировой предмет национальной гордости. Ну а сами бравые парни в тельняшках и беретах – практически родные дети для Рязани матушки. Такие боевые эпизоды – непременный атрибут всех праздничных мероприятий военного направления. У нас в Рязани бравые воздушные пехотинцы в училище ВДВ, как говорится, взрастают с молодых ногтей. А потому таким экшном горожан не удивишь. Однако удали мастерство воинов всегда поражают и восхищают зрителей. Среди тех, кто поздравлял десантников с праздником, был начальство самого высокого местного уровня. Это тоже рязанская традиция. Я хочу в вашем лице, всех присутствующих здесь на стадионе, поздравить Рязань, поздравить всех наших военных с двойным праздником – Днем города и Днем воздушно-десантных войск. Рязань – столица ВДВ. И носит это звание она по праву, потому что именно в Рязани готовятся лучшие кадры ВДВ – офицеры ВДВ, офицеры разведки ВДВ, офицеры спецназа. Сказал свое слово Олег Ковалев и про наш училище ВДВ, который сейчас переживает, по словам руководителя региона, второе рождение – модернизация учебной базы, укрепление полигонов, рост желающих здесь учиться и, что очень важно, строительство военного городка в районе Михайловского шоссе. Приезжайте сюда после окончания службы на место жительства, а вы видите, какой городок сегодня строится для офицеров, проходящих службу здесь, для служебного жилья и для тех офицеров, которые должны получить там уже жилье по завершению этой службы. Это приблизительно микрорайон на 6-7 тысяч жителей. Нам предстоит его еще обустроить, предстоит построить школы, детские сады, создать торговлю, создать условия для отдыха в этих микрорайонах. И мы это сделаем обязательно, во что бы нам это ни обошлось. На праздники рязанские десантники получили памятные губернаторские знаки, благодарность от земли рязанской, другие награды, а также долгожданные подарки, сертификаты на квартиры. Был в Рязани и праздничный курсантский вальс, который танцевали не только потенциальные женихи и невесты, но и пары, только что вступившие в брак. Их поздравляли особенно тепло, в том числе военное и гражданское руководство. А романтической кульминацией стало объяснение в любви и вполне конкретное предложение руки и сердца. Один из десантников при всем честном народе предложил своей избраннице руку и сердце прямо со сцены. И, конечно же, такая лихая атака увенчалась полной победой. Девушка сказала бравому воину свое «да». Тут уж трибуны взорвались овациями. Были в этот день и традиционные прыжки, когда парашютисты-мастера приземлялись с неба прямо на зеленую траву перед зрителями, и показательные выступления, но запомнились зрителям прежде всего самые мирные эпизоды. Танцующие пары, цветы, признание, любовь. Все-таки самые хрупкие и романтические вещи лежат в основе суровых военных побед. Не только праздником единым жила в минувшие выходные Рязань субботним. Утром в нарядных, наглаженных, но все же рабочих футболках вышли в парк в железнодорожном округе города почти 300 специалистов нефтезавода. Парк, в котором наводили порядок нефтяники, в Рязани как только не называли. Но до недавнего времени местные жители иначе как страшным парком эти места не именовали. Заросший буреломом с жутким гнилым прудиком в центре, он действительно напоминал площадку для создания фильмов ужасов. Но, наконец, у городских властей дошли руки и до этого, некогда уютного и симпатичного местечка. Дело пошло. Производственники тоже здорово помогают. Вот и нефтезаводские бригады, вооруженные всеми видами необходимой техники, очень споро пилили засохшие сучки деревьев, загребали их в один ненужный ком и на погрузчиках доставляли к грузовикам. Уже не раз нефтяники проводят такие экологические десантные атаки в этом парке на пересечении пятой линии и улицы Шевченко. Третий год здесь идут субботники силами РНПЗ и всегда эти мероприятия оживляют зеленую зону, которая пару, если не тройку, десятилетий до сей поры печально зарастала и пропадала. Прибыл на место эко-работы генеральный директор РНПК Владимир Абрамов. Такая акция не разовая. Мы уже несколько лет подряд проводим это. И проводим не только одни наши предприятия, но и совместно с горожанами и с администрацией города. В нашем субботнике, в преддверии нашего праздника Дня города, мы хотим сделать наш город чище и лучше. Субботник в парке стал одним из центральных мероприятий в рамках традиционной экологической акции РНПК «День чистого города». Она третий год подряд проводится нефтяниками в преддверии Дня Рязани. А вообще экологических инициатив у предприятий немало. Среди наиболее известных благоустройств улицы Весенней, над которой завод шефствует, организация выпуска книг о природе Рязанщины, работа с детьми по экологическим направлениям. Например, в этом году при поддержке РНПК юные защитники природы выезжали в село Мураевни. Это в Милославке, где участвовали в восстановительных работах на территории местного храма Рождества Христова. Продолжая разговор об участии нефтезавода в Дне города, надо сказать и про настоящий финальный аккорд акции «День чистого города». Вся Рязань, наверное, слышал концерт группы «Рондо», проходившей на площади Победы. Эхо расходилось по вечерним улицам и тому, что пели на площади. Синхронно подпевали и те, кто находился совсем в других местах, а то и вообще дома у телевизора. Это и был музыкальный подарок нефтяников рязанцам. В воскресенье Рязань продолжила отмечать свой 919-й день рождения. Сегодня на большой площадке, на площади Победы вместе с Роснефтью администрация города проводит большой праздник. Поэтому всего самого доброго, счастья, радости и чтобы вот это неравнодушие, которое есть у вас, оно было с вами всегда. С праздником! В этот день РНПК подарила жителям Рязани настоящий праздник. Для горожан на главной сцене у МКЦ был организован концерт группы «Рондо». Знойная погода не помешала жителям нашего города. Ощущение праздника витало в воздухе. Положительные эмоции хлистали фонтаном. Огромное количество пришедших свидетельствовало о том, что рязанцы действительно любят свой город. А день рождения Рязани каждый из нас по праву считает и личным праздником. Скажи, пожалуйста, вот тебе сегодняшний праздник вообще нравится? Смотри, собралось полурязание. Весело гуляют, отмечают. Естественно, хочется присоединиться к этому уторушству. Знаете, какой праздник здесь сегодня отмечается? Конечно. Какой? День города. А вы любите свой город? Я обожаю его. Скажите, пожалуйста, вам здесь нравится сегодня? Ну, хорошо. Сегодня приехали черные береты, вот «Рондо» ожидается. Отлично вообще. Очень. Мы поэтому и пришли, и каждый год ходим. Нам очень-очень нравится здесь. И как это сделано, и какая публика, и обстановка. Все очень красиво, все замечательно, очень довольное. А город наш любите? Да, мы живем давно в этом городе. Где бы мы ни были, мы сюда возвращаемся. Ты там в свой родной город. Вот выбираемся поедем на море. Вот опять будем ждать, когда вы здесь будете домой. Рязанцы общались друг с другом, угощались разными вкусностями. И, конечно, не пропускали действия, происходящие на сцене. А посмотреть было на что. Первыми собрали аплодисменты моряки из Калининграда. А девчонки из группы «Хардкенди» поразили всех не только нарядами, но и вокальными способностями. «Хардкенди» поразили всех не только нарядами, Рязанцы с удовольствием участвовали в многочисленных конкурсах с призами от РНПК. Смотрели экологический фэшн-показ коллекции рязанского дизайнера Евгения Симоновой. Генеральный директор нефтезавода Владимир Абрамов поздравил жителей Рязани с праздником и поблагодарил за активное участие в мероприятиях, проводимых РНПК. Я хочу сказать, что только благодаря активной позиции вас, как жителей Рязани, можно навести порядок, и мы уже это делаем совместно в нашем городе. Я еще раз от всей души поздравляю вас с днем рождения нашего города. Хочу пожелать вам всем удачи, счастья, благополучия. И очень надеюсь, что тот концерт, который мы сегодня дарим вам, всем понравится. Кульминацией всего вечером стало ожидаемое выступление легендарной группы «Ронда» и Александра Иванова, приезд которых в Рязань был организован рязанскими нефтянниками. Аплодисменты и крики «Браво» не смолкали в течение всего времени, пока музыканты находились на сцене. День начинается с малой войны, между желанием проспать и обриться. Рядом в очаре сонной жены, что-то должно случиться. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город. Время говорит». Сегодня мы подводим итоги уходящей недели. Вот что будет во второй части сегодняшнего проекта. Не улететь, не прилететь. Российские туристы стали заложниками обанкротившихся турфирм. Алый, сахарный, зеленый, бархатный и коварный сезон арбузов пришел в Рязань, а потому медики обеспокоились здоровьем любителей арбузных пиршеств. Продолжаем программу. На этой неделе пришло сразу две информации от рязанских следователей о художествах провинциальных депутатов. Рязанские следователи направили в суд дело в отношении некого сельского депутата, жителя Рязанского района, который отличился в поселке Вангар Чучковского района. Предваряя комментарии, скажем, наверное, надо все-таки официально настрого запретить народным избранникам и прочим домороченному начальству смотреть сериалы про бандитов. Да и спиртное им продавать в магазинах не стоит. Своих чудес в руководящих головах хватает. По версии следствия, 1 января этого года возле одного из домов поселка Вангард Чучковского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры угрожал своему знакомому убийством. При этом он приставил сначала к его голове, а затем направил в сторону груди дуло самодельного пистолета, пригодного для стрельбы и заряженного патроном. Как оказалось, данное оружие, которое носил постоянно при себе, не было единственным. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, кроме незаконно изготовленного обвиняемым пистолета, изъяли в ходе его личного досмотра переделанные сигнального револьвер и еще 16 патронов. Кроме того, в доме его родственницы были обнаружены патроны, порох и также изготовленный им карабин и ручка пистолета. А еще один депутат земли Рязанской отличился на ниве мошенничества и злоупотребления начальственным положением. Следователи возбудили против народного избранника из города Рыбное. Уголовное дело предполагается, что вместо того, чтобы печься о благе избирателей, депутат под дешевки продавал земельные участки своим собственным великовозрастным детишкам. По данным следствия, в 2008-2009 годах подозреваемый, исполняя обязанности председателя, и стремясь, вопреки законам, интересам возглавляемого им кооператива извлечь выгоду имущественного характера для своих дочери и сына, решил обратить в их пользу три земельных участка, которые принадлежали коммерческой организации. С этой целью он втайне от общего собрания кооператива, о нарушении требований действующего законодательства, маскируя сделки по продаже земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения под договоры купли-продажи долей в праве общей долевой собственности, незаконно и необоснованно осуществил их продажу своим детям за сумму чуть более 61 тысячи рублей, при их рыночной стоимости в 11 миллионов 167 тысяч. Тем самым он причинил существенный имущественный вред возглавляемому им сельскохозяйственному предприятию. Другая тема, ставшая в последние дни весьма горячей, связана с крахом крупных российских турфирм, и, соответственно, с большими неприятностями, постигшими наших дорогих руссотуристов. Вообще, этот сезон, как отмечают эксперты, стал для отечественной туриндустрии таким же кризисным, как, например, сезон 2009 года. Из последних фактов. В июле расписался вне состоятельности туроператор под названием фирма Нева, разумеется, из Петербурга. В конце июля рухнула компания «Роза ветров мира», за ней экспо-тур. Теперь вот идеал-тур и злополучный лабиринт. В результате многие-многие наши соотечественники не могут покинуть чужие еще вчера такие уютные и теплые страны, а другие сидят на чемоданах вместо того, чтобы лежать на экзотических пляжах. Причем эти и другие свои путевки полностью оплатили. На этой неделе наш автор Глеб Галушкин выяснял, что думают по поводу этого коллапса представители рязанских турфирм. Текущий сезон для туроператоров стал, безусловно, худшим за последние годы. Только за месяц обанкротился целый ряд крупных туркомпаний. По словам экспертов, масштабный кризис российской туристической отрасли обусловлен несколькими политико-экономическими причинами. Одна из них – введение западными странами санкций и ответ на них российского правительства. Ощутимую роль в резком снижении туристического потока сыграло и решение о фактической запрете выезда за рубеж сотрудникам силовых ведомств. В общем, работники туриндустрии признают, что число туристов сократилось практически на треть. Хотя это вовсе не означает немедленного банкротства крупных отечественных туроператоров. Таким образом, на мой взгляд, туроператоры уходят от ответственности перед людьми. Не столько из-за своих финансовых трудностей, какие бы они ни были у всех, но и в первую, либо во вторую очередь от ответственности выплаты по своим кредитам. На мой взгляд, это очень некорректно, объявлять себя банкротом 1 августа, или 2, или 3, в самый разгар сезона. Появляется вопрос, куда делись те деньги, которые мы взяли с туристов и мы проплатили туроператору. Это же не один и не два миллиона. Этими деньгами спокойно можно покрыть наверняка все расходы. Второй вопрос возникает, почему наших туристов выселяют в немедленном порядке сразу же из гостиниц. Ведь этот же оператор под названием Лабиринт или еще какие-то, которые разоряются, проплачивают свои гарантированные квоты номеров, либо заранее, либо на момент приезда туристов. Но все номера должны быть, на мой взгляд, оплачены. Отсюда напрашивается простой вопрос, куда деваются деньги. Вопросом, куда делись деньги со счетов крупных туроператоров, сейчас занимаются следователи. Они уже проводят проверки на предмет мошенничества в офисах обанкротившихся Невы и Лабиринта. В общем, пока компетентные органы выясняют, насколько порядочно менеджмент этих туроператоров ввел свой бизнес, рядовые туристы буквально обрывают телефоны своих турагентов, через которых они и приобретали путевки на иностранные курорты. Работники турагентств напоминают несколько правил, если во время отпуска случилась какая-либо неприятная ситуация. Ни в коем случае не надо паниковать. Когда мы находимся за границей, и с нами что-то происходит, не надо никогда нервничать. Надо позвонить своему турагентству. Тот обязательно свяжется с туроператором или с турпомощью. И ждать дальнейших действий. Если мы оказались здесь с вами, значит, мы должны идти в турагентство. Он обязательно вас направит в правильное русло. Не злитесь и не сердитесь на своих турагентов. Потому что по возможности они делают все для вас. Они также становятся заложниками этой ситуации. И мы также переживаем за вас. И также хотим, чтобы ваш отдых был замечательным, незабываемым и великолепным. Сейчас чиновники Ростуризма подсчитывают число пострадавших от банкротств туроператоров. А их число, по всей видимости, это десятки тысяч человек. Люди оказались заложниками кризисной ситуации. Кто-то застрял в аэропорту и не может улететь домой. Кого-то выселяют из забронированных, вроде бы, отелей. Теперь туристы пытаются вернуть свои деньги за провальный отпуск. И здесь также есть трудности. Ведь созданная год назад Ассоциация туроператоров «Турпомощь» заявила, что она может только вывести туристов обратно домой. А вот возместить стоимость турова невозможно по причине банальной нехватки денег от страховых компаний. Похоже, что без государственного вмешательства ситуация благополучно не решится. И теперь о находке даже не семидневки, а уж точно года. Шиловские историки и эксперты по древностям продолжают сейчас работать с уникальным раритетом – римским мечом времен императора Диоклетиана. Нашли легендарное оружие этой вестой местные рыбаки. Судя по их рассказам, древний колоденец просто торчал из земли неподалек от заветного прикормленного рыбного местечка. Изготовлен клинок, как выяснили специалисты, из дамасской стали. А уж как попал меч из учебника истории в Шиловскую землю – тайна неведомая. На днях мы связались по телефону с директором Шиловского краеведческого музея Александром Гавриловым для того, чтобы узнать, когда же римский меч займет место в экспозиции. Сейчас единственное, что будет, так сказать, подстегивать нас к его экспонированию – это наличие римского шлема и меча. То есть можно выставить, в общем-то, комплект римского вооружения. Будем надеяться, что это будет осенью или зимой. Ну, от высокой науки теперь к вкусной еде. Август, как правило, называют месяцем арбузов. Зелено-полосатые ягоды от миниатюрных до просто огромных сейчас везде. В магазинных клетях, на рыночных прилавках, в кузовах грузовиков и, конечно же, на наших столах. Да и то, попробуй не купи ребенку этого самого, который алый сахарный кафтан зеленый бархатный. В этом году арбузы с дынями внедрились в торговые предприятия раньше обычного. Лето жаркое, бахчевые созрели быстро. Тут же их и повезли на продажу по всей Руси великой. Оно, конечно, хорошо. Только вот результаты многолетних наблюдений экспертов Роспотребнадзора таковы. Среди отравлений ранними овощами, фруктами и ягодами наиболее распространенное явление летом – это отравление именно арбузами. Под упомянутым зеленым кафтаном могут в опасном озабилии прятаться нитраты, а сверху на арбузной корке, которую охватывают оттеневательные в стерильных перчатках грузчики и продавцы, может быть чудовищный набор разного рода вредоносных микроорганизмов. Так что будьте бдительны, выбирая арбуз или дыню к своему столу. Глеб Галушкин выяснял, как не отправиться прямиком в больничную палату после арбузной трапезы. Не так давно на городских рынках и в торговых центрах появились бахчевые развалы. Арбузы и дыни, привезенные из теплых и солнечных стран, регулярно проверяют специалисты Рязанского Роспотребнадзора. Пока никаких нарушений они не обнаружили. Впрочем, все-таки горожанам необходимо помнить несколько простых советов о том, как правильно и безопасно выбрать, купить и в конце концов съесть арбузы и дыни. Запоминайте, а кто успеет – и записывайте. При реализации бахчевых культур должно торговое место быть огорожено навесом. Реализацией должны осуществлять лица, имеющие личную медицинскую книжку, при наличии данных о медицинском осмотре и генической аттестации. Кроме того, продавцы должны быть опрятно одеты и соблюдать условия личной гены. Торговые точки, в которых осуществляется торговля, и также прилегающая к ним территория в радиусе 5 метров, должна содержаться в чистоте. Ну вот и все на сегодня. Поговорили мы о самых разных вещах – от праздников до арбузов, от проблем беженцев до выкрутасов, некоторых депутатов. Надеемся, эфирное время и ваши личные, дорогие друзья, потрачено не впустую. Хороших всем выходных, солнечной погоды, добрых мыслей и позитивных событий в жизни. Увидимся в эфире. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин